Я сейчас вам скажу, всегда есть момент, когда на ненависти строят как бы свою власть. ИГИЛ, например, Рамзан Кадыров. Если он, допустим, будет как-то ходить в положение СМИ тут все, что надо с людьми, которые хотят тебя убить, с ними разговаривать, смысла нет. Их надо просто ликвидировать, потому что это от сатаны. Я не вижу ничего там религиозного. Если ты режешь головы, взрываешь, убиваешь, тем более, кто тебя поддерживает. Им это нужно, чтобы ты так себя вел. А потом они, наверное, тебя уничтожат, если смогут. А если нет, ну, надо, чтобы весь мир опять навалился, и это было ликвидировано, как было с фашистской Германией. В оконцовке смотрели, смотрели, ну, Россия выживет, значит, это самое, не выживет, значит. Россия выжила, пошла, и они тоже подключились. И все, на корню, как бы, да. Но бывают такие моменты, когда, допустим, в нашей с вами России были ситуации, когда молодые ребята, одурманившие, просто их свели с ума, они брали ножи, кто не русский, их убивали. Просто убивали. Вот видят парня там в метро, бросаются на него, это несчастные ребята, это несчастные люди. Их свели с ума. Вот кто их сводит с ума, вот их надо резко просто ликвидировать, просто пожизненно. Я не знаю, как уже посчитаю. И это, вроде, прекратило, слава богу. Понимаете, это какой здесь разжигался, вот, огонь разжигался, такой, что здесь это невозможно было потом просто остановить. И, слава богу, есть сила, которая это может остановить. Это не значит то, что другая сила, которой вчера они, допустим, эта сила, нет, все караются законом, потому что ты живешь в этой стране. Здесь ни у кого нет никакого преимущества. Вот так должно быть. Вот то же самое безнаказанность и покровительство, и поддержка. Это делает уже безнаказанность, делает сатанинскую работу. Это должна жестко ликвидировано быть. Есть ликвидировано, там другого нет. Постановки были эти казни, не постановки, разницы нет. Ну, и были, очень хорошо, что меньше людей, значит, умерло. Но там же что, что же там творится? Они же, плюс еще, они же зомбируют. Миллионы молодых ребят, девочек, мальчиков, они зомбируют просто. И, а кто их покровительствует? Вот оттуда надо начинать. Поэтому... А кто их покровительствует? Кто покровительствует? Кто кидает эти самые, все эти метастазы свои по востоку? Сирия, Ливия, там, Югославия. Кто это делал? Я не делал этого, и мне в голову даже не пришло. Они хотят власти над всем миром. Ну, а они поддаются, что сейчас делают. Брат убивает брата, потому что они так хотят. Они сводят их сумму. Вот я этого не понимаю. Никакие деньги, никакая власть, ничего не стоит того, что вот я вот напал бы на тебя, и с тебя хотел бы просто все содрать, все разорвать, отняться и убить. Не стоит этого. Они вот настолько сумасходят людей, что они готовят на самопожертвование. Конечно же, это не все идет оттуда. Они знают, на какую мозоль надавиться, куда какую вакцину внести. Это само собой. Это когда убиваешь себя, чтобы взорваться, и ты попадешь в рай. Вот кто это проповедует? Кто это несет? Вот эту, как бы, вот эту вакцину, кто запускает в людях? Вот надо с них спрашивать. Потому что это люди, которым доверяют тысячи, миллионы людей. Если они это говорят, что это религия, это вера, это нет, это не вера, это не религия. Это убить другого человека, это не приближает тебя к Богу. Это сатанинское понимание. Я очень надеюсь, что рано или поздно молодые это поймут. Но есть еще другая ситуация, что все сделать надо так, чтобы у молодых не было бы свободного времени, чтобы они были заняты, чтобы они развивались, чтобы они учили, чтобы они знали, что если ты выучился, у тебя завтра есть будущее. Он никогда не побежит туда. Ему важнее сладкая семья, любящая жена, счастливые дети. Какая разница, какой он вера или национальность. Он знает, что он строит сегодня тем, что он учится, тем, что он хочет работать, он хочет что-то посеять, он хочет что-то построить, что-то записать с хорошей песней. Потому что он знает, что это кому-то нужно. И страна помогает ему в этом. Он никогда не побежит никуда. Он не станет наркоманом, он не начнет бухаться. Он не станет человеком, который никому не нужен. У него не наступит апатия. Ну, конечно, есть, конечно, и выродки, которым нравится так жить. Но все-таки они должны чувствовать силу страны, силу в своей стране, что это не пройдет. Тебе никто не даст сделать кому-то плохое.